Казахстан В годовой и месячной динамике сильнее всего ощутили рост цен на продовольственные товары жители Октюбинской и Жамбылской областей. Только за месяц ценники в этих регионах взлетели на 7,6%. Среди наиболее пессимистичных также оказались показатели Шимкента и Туркестанской области. Также 7 с лишним процентов. Чтобы хоть как-то выходить из ситуации, людям приходится сокращать свой рацион. Шпроты, мроты, скумбрию, это мы не исключили из рациона. Потому что дорого. Все это поднялось в несколько раз, зарплаты не хватает. Сахар, в первую очередь, даже социально сейчас 415 деньги, это неприемлемо с зарплатой в 60. Вот картошка, например, свежая картошка 60, 650, 600. Где еще? Куда? Не хватает зарплата малыша. Все подорожало. Мясо дорогое и сахар дорогой. В принципе, все подорожало. Дешевого даже ничего не осталось. Только зарплата не поднялась. Больше всего взлетели в цене сразу на 24 с лишним процента фрукты, овощи, сахар, мед, шоколад и кондитерские изделия. Мясо подорожало почти на 13, а молочная продукция на 11,8%. Пик роста цен 5,6% пришелся на март. Сказался резкий скачок курса тенге и ажиотаж среди населения. С тех пор, как говорят в Минторговле, ситуация с ценами стабилизировалась. Небольшой рост 0,6% все же фиксируется. И это на те прод товары, которые контролируются государством. В Минторговле объясняют, один из механизмов регулирования цен, оборотная схема, буксует на уровне акиматов. 11 регионов намерены в этом году выделить на оборотную схему 16,5 миллиардов тенге. Тогда как недостаток составляет еще 25,3 миллиарда тенге. Мангустауская, Казалардинская, Тарауская, Алматинская области и город Алматы не вынесли вопрос увеличения финансирования на маслехат. Отсутствие своевременного заключения договоров, финансирования и выдачи займов субъектам предпринимательства привело к отсутствию запасов, что сейчас сказывается на росте цен. В ведомстве считают, не допустить роста цен позволили бы предельные цены, но акиматы не устанавливают их. Во всех регионах идет превышение пороговых значений. Еще один механизм регулирования цен, форвардный закуп, также применяется неэффективно. Прогнозы экономистов пессимистичны. Рост цен не только продолжится. При ухудшении экономики соседней России он ускорится. Минимизировать импорт инфляции, его последствия можно только комплексными мерами. В краткосрочном периоде это запрет экспорта данных видов товаров, в частности продовольствия. Но в более длительном периоде времени необходимо развивать внутреннее производство. И это производство должно быть желательно избыточным. То есть не покрывать 70-80% спроса, а чтобы у нас в стране производилось 150-200% по отношению к внутреннему спросу. Запрет экспорта тоже лишь временная мера. В противном случае производителям все равно придется повысить себестоимость своей продукции. А сейчас еще и приближается сезонный пик роста. Что же остается простому населению? Экадемисты, например, советуют надеяться на себя и делать запасы. К слову, практика показала, что бояться надо не только подорожания, но и дефицита. Чтобы его избежать, жители западного Казахстана даже провели обряд вызова дождя. Видимо, надежды у людей остались только на Всевышнего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok